Приветствую вас, мои любители вкусного и интересного! Сегодня мы поговорим с вами о очень интересном теме. Поговорим-ка мы с вами о сале. Я думаю, среди моих подписчиков почти нет тех, кто равнодушен к этому чудесному, замечательному, вкуснейшему продукту. Знаете ли вы, друзья мои, о том, что в Советском Союзе в пайке для членов Центрального Комитета Партии входило обязательно сало? 50 грамм в сутки, то есть 1,5 килограмма сала в месяц вынь и положь для членов ЦК КПСС. Но я с вами хотел вот о чем поговорить, друзья мои, любимые. Много очень разных интересных и необычных рецептов, как солить сало, самое вкусное сало, самое нежное сало, самое необычное сало, сало по ГОСТу и куча-куча-куча еще миллионов и миллионов рецептов засолки сала. У меня на канале тоже есть рецепт, мой любимый рецепт засолки сала сухим способом, который делал еще мой дед, я о нем в прошлом году рассказывал. Ссылка на этот ролик о моем личном способе засолки сала, любимом, будет в описании этого ролика обязательно. Кто еще не видел, непременно зайдите и посмотрите. Но вот о чем я хотел поговорить. Очень часто большинство кулинаров, домохозяек и тех, кто солит сало, любят говорить о том, что сало, сыпем соли сколько хотим, сало лишней соли не возьмет. А вот спрашиваешь их, а почему сало лишней соли не возьмет? Может в сале есть какой-то секретный геном, который отвечает за расчет солености продукта? Нет, сало вот умное, сало лишней соли не возьмет. Слышали, я думаю, такое? И сами, думаю, неоднократно такое упоминали. А все тут очень просто, друзья мои. Сало это в большинстве своем жир. А жир, он не растворяет соль от слова совсем. То есть соль поваренная в жиру не растворяется. Самый простой, яркий пример. Возьмите стакан масла растительного, налейте в него сколько-то масла и высыпьте в него одну-две ложки соли. Попробуйте растворить соль в масле. Масло это тот же самый абсолютно жир. Уверяю вас, ничего не получится. Но на слово не верьте. Пойдите и после просмотра этого ролика проверьте и попробуйте. Где хорошо растворяется соль? Конечно же в воде. И в сале в том числе есть и вода. В соединительных тканях сало помимо жира как бы содержится и вода. Воды в сале содержится около 8%. Но учтем, что мы берем классическое настоящее сало. То есть жир без прослоек. То есть это не грудинка, без большого количества красного мяса. То есть именно сало, настоящее сало. Жир. Шпек. Там будет содержаться 8% воды. Или 80 миллилитров. Насыщенный раствор соли в воде может вместить в себя 34,4 грамма соли. Все. Максимум на что способна растворить вода соль. Вот 34,4 грамма. Больше по закону химии невозможно растворить в воде соли. Итого берем калькулятор. Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Посчитали. И получилась у нас вот такая вот величина. То есть 27,5 грамм соли максимум может содержаться в одном килограмме сала. Для сравнения скажу вам, что в классических там варенокопченых изделиях, сервелатах, краковской, либо кусковых изделиях обычно содержится около 20 грамм соли на килограмм. То есть здесь пересол в сравнении с этими продуктами несущественный. И вполне нормально воспринимается практически всеми едоками данного продукта. Да, сало кажется слегка солоноватым. То есть такое же содержание соли в тех же сыровяльных колбасах, сырокопченых изделиях, пивных закусках многих. То есть это слегка солоноватый продукт, но его вполне удобно, комфортно есть по органолептике. То есть 27,5 грамм соли максимум может содержаться в сале. Вот только поэтому сало такое умное, что в нем всего лишь 8% воды. И именно из-за этого оно лишней соли не берет. Оно бы взяло, да кто ему даст? Законы химии, они такие, друзья мои. Но так как мой канал не только вкусный, но и познавательный, мои любители вкусного и интересного, я хотел бы вам рассказать еще несколько интересных фактов. Но перед этим я хочу вам посоветовать один кулинарный канал. Есть мой сотоварищ в ремесле кулинарном, который проживает в Германии. И у него достаточно интересный познавательный канал с небольшими роликами на простые кулинарные блюда. Просто и вкусно, все как мы любим. Канал Кулинарус. Очень простые, а главное доступные рецепты. Я уверен, что вы найдете там для себя и своей семьи что-то новое и интересное. Загляните, не пожалеете. И передавайте привет от вашего друга Доброслава. Ну что же, еще сказать интересного вам, друзья мои, по поводу сала. Считается, что сало происходит от прославянского слова садла. Седло, созвучное седлом. То есть насаженное сверху, сидящее сверху. То есть сидящее на мясе. Сал же оно практически всегда сидит на мясе. Вот такое вот слово было у наших предков. Потом, как часто бывает, буква Д выпала и получилось слово сало. Вот такая основная версия происхождения слова сало. Кстати, друзья мои, хочу сказать вам, что самое вкусное, самое замечательное и прекрасное сало, с моей точки зрения, с точки зрения большинства экспертов, является хребтовое сало. Это сало, которое находится над позвоночником свиньи. И сантиметров по 15-20 в каждую сторону. То есть это однородное сало, без прослоек, жирное. Слой жира, лично в моем понимании, должно быть от 4 до 7 сантиметров. Это самый-самый оптимум. Хотя по нормативке считается, что сало может быть от 2,5 сантиметров. Но разве это сало? Так, баловство. Многие, товарищи мои, зрители, считают, что сало это исконно украинский продукт. Что вот сало украинский продукт номер один. И родина сала это Украина. Все. Часто у меня такие комментарии были под прошлым роликом и еще в нескольких местах. Но, к сожалению, спешу разочаровать вас, друзья. Еще 3 тысячи лет назад в Древнем Риме было свое сало, которое называлось ларда или лярда, как на итальянский манер его называют. Это сало очень было толстое. Свиньи в Италии разводились достаточно активно. Мясо шло на питание богатых людей, патрициев. А вот бедным людям очень часто доставалось именно сало. Так как это богатый витаминами. Да-да, богатый витаминами. А, Д, Е. Очень нужные витамины в наше вирусное время. И также богатый энергией продукт. Он дает хорошую энергетическую подпитку организма. Именно, кстати, поэтому римский император Юстиниан издал в свое время закон. Но он был такой очень реформатор большой. Классическое римское право изменял. И вот он принял такой закон, что в армию римских легионов для легионеров, находящихся в походах, в их рацион должны обязательно были поставлять из Италии сало. Итальянское сало. Причем вот кто пробовал настоящее итальянское сало, которое в принципе производится до сих пор, делается в мраморных ваннах, солится, длительное время выдерживает. Практически все говорят, что это действительно одно из, ну, наверное, самое вкусное. Но если не самое вкусное, то одно из самых вкусных видов сала, которое они ели в своей жизни. Вот так вот, друзья. Сало – итальянский продукт. Хотя сало очень любят и считают своим продуктом, конечно же, и русские, и украинцы, и белорусы, и очень многие из восточных славян, да не только восточных. Сало есть и в немецкой традиции, и много-много-много-много где. Везде, где выращивали свиней, сало всегда с удовольствием потребляли, что и неудивительно. Еще интересным фактом является то, что сало используют в токсикологии для очищения организма человека при отравлении. А также сало отлично выводит радионуклеиды и борется с радиацией. И вот, что я еще хотел сказать вам, друзья. Очень многие считают, что сало достаточно посыпать солью каким-то количеством, 2-3 дня попереворачивать его, присыпать солью, и сало будет готово. Ну, это в корне неправильно. Это вот лично мое субъективное, считайте, мнение. Но диффузия проникновения соли в сало в любой жир гораздо медленнее, чем в мясо. Гораздо медленнее. По причине того, что соль будет проникать только по соединительным тканям, где содержится вода вглубь куска. Им нужно будет огибать там все жировые клетки, вот таким вот косым путем двигаться, да, к центру куска. А кусок мяса постного, без жира, в среднем солится 5 дней на 2,5 сантиметра. То есть, там 5 миллиметров в сутки скорость просаливания сухим способом. А когда есть сало, оно просаливается дольше. Так что за 3 дня можно сделать сверху посоленное сырое сало. Но никак не полностью просоленный продукт. Вот так вот, друзья. Живите теперь с этим. Сало это не украинский, а итальянский продукт. Это раз. Сало пересолить невозможно. Это два. За 3 дня посолить сало невозможно. Это три. Я очень-очень люблю сало. И это правда. Вот такой вот ролик получился в этот четверг. Надеюсь, было интересно и полезно. До скорых новых встреч, друзья мои. Не забудьте поставить лайк и напишите, пожалуйста, в комментариях, какое сало вы любите больше всего. То, что вы любите сало, я абсолютно уверен. Пишите, какое? С чесночком, с перцем, с прослойками, без прослоек. Мне это интересно. Я вот лично люблю классическое хребтовое сало без прослоек. От 4 до 7 сантиметров толщиной. Посоленный сухим посолом. Просто вот песня. Хоть с тарелочкой борща, хоть под рюмочку. Идеальный продукт.